В Ульяновске продолжает расширяться уникальный для России завод металлоконструкций. Практически единственный на территории СНГ производство этого направления в скором времени получит цех для самостоятельной горящей цинковки металлических изделий. Этот процесс нужен для того, чтобы изделия не ржавели, в том числе и под проливным дождем. Ранее цинковкой занимались сторонние компании. Как вы видите, мы готовим к сдаче завод по цинкованию. Это ванна оцинкования длиной 13 метров, шириной 1,6 метра и глубиной 3 метра. Прожитет ванны 65 тысяч тонн в год. Всего за 5 месяцев металлоконструкция произвела продукции на сумму более 820 миллионов рублей. Сотрудничает предприятие с Польшей, Чехией, Словенией, Припалтикой, Арменией и рядом других стран. Работает здесь около 600 человек. Все условия для того, чтобы рабочие работали и зарабатывали, оптимально, комфортно сделаны. Создана, построена раздевалка с душевыми кабинами, построена хорошая столовая. А самое главное, на предприятии платят достойную зарплату. Только за первое полугодие этого года завод экспортировал продукции на сумму 338 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году было 219 миллионов. Сегодня предприятие успешно конкурирует и забирает контракты в 11 странах мира. Практически все металлоконструкции в этих странах для обеспечения дорожной безопасности и дорожного строительства произведены нашим предприятием. Более того, это специфический бизнес и так как широко шагает металлоконструкция, примеров в стране сегодня нет. Строящийся цех горячей цинковки осмотрел губернатор Сергей Морозов, а после он провел на предприятии заседание, посвященное промышленности и производству. За 5 месяцев мы только федеральный бюджет перечислили с нашей территории более 15 миллиардов рублей, получив взамен в виде таком, там, в рамках межбюджетных отношений, где-то около 3 миллиардов финансовых средств на поддержку жизнедеятельности в Украинской области. Два с лишним миллиарда рублей мы дополнительных доходов к тем главным показателям получили по итогам первого квартала и перераспределили их на дороге, на поддержку строительства социальных объектов. Наибольший объем продукции был отгружен не на металлоконструкциях, а на УАЗе. Прибыль более 11 миллиардов рублей. А еще хорошие результаты показали и СУЗУ, РУС, УКПБ, ТАКАТА, Моторный завод и Марс. Андрей Творков, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.